Добрый вечер, сегодня мы начинаем изучать недельный раздел Торы и Кетц, говорит Тора, и было по истечении двух лет, фараону снилось, вот он стоит у реки, по истечении каких двух лет предыдущая глава закончилась тем, что Юсеф остался в своей темнице, в тюрьме на дополнительные два года, как объясняют наши мудрецы, произошло это не случайно, он обратился к начальнику Виночерпиев за помощью, просил, чтобы тот упомянул, когда выпустят из тюрьмы, чтобы он упомянул о Юсефе, тем самым понадеялся, что начальник Виночерпиев поможет ему, и это привело к тому, что Юсефу пришлось провести два дополнительных года за решеткой, когда мудрецы не подобало Юсефу человеку, долагающемуся на Бога, не подобало ему делать такой шаг, надеяться на совершенно неблагодарного человека, как египетский царедворец, ну и как следовало ожидать, действительно царедворец этот, выйдя на свободу, тут же и забыл про Юсефа, тут же забыл всю его помощь, и разгаданный сон не вспомнил. Вот проходят эти два года со времени освобождения Виночерпиев фрауна. И было по истечении двух лет, фрауну и снилось, вот он стоит у реки. И вот из реки выходят семь коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. И вот семь других коров выходят за ними из реки, худых видом и тощих плотью. И стали после тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью, семь коров, хороших видом и тучных. И проснулся фраул и заснул. То есть после того, как он увидел первую часть сна, проснулся, снова заснул и вторая серия. И заснул он и снилось ему вторично. Вот семь колосьев отходят на одном стебле тучных и хороших. Но вот семь колосьев тощих и опаленных восточным ветром вырастают за ними. И проглотили колосья тощие, семь колосьев тучных и полных. И проснулся фраун. И вот это сон. Наверное, остановимся здесь. И проснулся фраун, и вот это сон. Рожбан говорит, что означают вот эти последние слова. И вот это сон. Вей-ней-халон. Каждый раз, когда упоминается в тексте подобное сочетание вей-ней и вот, это означает некоторый сюрприз, неожиданность. То есть вдруг выяснилось то, о чем раньше не думали. Что же это значит? Ведь фраон раньше видел сон. Ну и что? А, говорит Рожбан. Да нет. Фраон сначала это думал. Он не знал, что это сон. Бывают случаи, когда человек видит сон, и он подозревает, что это сон. Но в данном случае это было так, как случается с большинством людей. Когда человек видит сон, ему кажется, что все происходит наяву. И только после того, как он проснулся и очнулся, выяснил, что это был на самом деле сон. И вот сон. Раши объясняет это несколько иначе, что означает и вот сон. То есть вот теперь до сих пор была первая часть сна с коровами, затем вторая часть сна с колосьями. И вот теперь сон полностью, целиком. Сон есть, а разгадки его нет. И сон, который встревожил сознание человека, обычно требует какого-то объяснения, какой-то разгадки. Не раз в истории с Юсефом мы обращаемся к вопросу о снах. И здесь тоже сны начинают всю историю с Юсефом. Через сны он сейчас должен выйти на свободу и сделать очередной свой невероятный взлет в своей совершенно невероятной истории. В общем и целом мы понимаем, что в снах кто-то говорит сна. Сны, они о чём-то говорят. Кто говорит сна? Обычно в большинстве своём, в большинстве случаев с нами говорит наша собственная психика, с нами говорит наша собственная личность. То есть те вещи, о которых мы стараемся не думать или боимся думать о них на протяжении дня, они доходят до нашего воображения, а потом до нашего сознания во сне. Но иногда, говорящие с нами, это мы сами, а кто-то говорит с нами извне. Таких снов мало, но они безусловно есть. Фараон видит такой сон. Может быть, имеет смысл посмотреть ещё раз первый самый стих, с которого начинается вся эта история. И было, по истечении двух лет фараону снилось, вот он стоит у реки. Ну, стоит у реки, стоит у реки. На самом деле перевод этот литературный стоит у реки. В оригинале сказано, то есть буквально стоит на реке. Как это так стоит на реке? Нужно было бы сказать, если уже на, тогда надо было бы прибавить на берегу реки. Так обычно говорят, люди стоят на берегу реки или у реки, так как переводчики стараются это переводить. У реки. Но всё-таки такое вот неожиданное, непринятое выражение стоит на реке и требует полного объяснения. А нации в Рубнефторе Циуда Берлин в своём комментарии мэк давал, развивает эту тему и объясняет ну приблизительно так. В принципе, все люди видят сны. Но люди облечённые власти, такие как фараон, если уже они видят сны, в которых не просто их собственная психика, здоровая менее или более здоровая, говорит с ними, а фараон, он как личность облечённая властью, он видит сны государственного значения. И вот то, что выясняется в этом сне, что он стоит на реке, есть интересное выражение наших мудрецов. И говорят, что язычники по отношению язычника к его божеству. Язычник стоит на своём божестве. Язычник существует. То есть, он как бы пользуется своим божеством. И говорят наши мудрецы, это связано именно с тем психологом, которым мы сейчас объясним. Что это значит? Ну, в самом простом значении это означает, что для язычника его религия – это его потребность. То есть, божество для него, его божество, которому он поклоняется, оно не цель для него, оно для него средство. Например, средство для того, чтобы обеспечить ему его благополучие. Бог дождя, он должен дать ему помощь и дать ему урожай, Бог солнца, Бог войны должен дать ему успехов в военных делах, Бог торговли, и так далее, и так далее. То есть, для него божество – это средство удовлетворения его потребностей. Только с этим средством нужно обращаться так, как с каждым средством обращаются в соответствии с правилами пользования. Какому-то божеству нужно приносить жертвы, другому божеству нужно молиться, третьему божеству нужно курить семьям каждый, но божество – оно средство, а не цель. Что касается реки, река, которая здесь, хотя она никак не названа, но понятно, что если есть река в Египте, так она же Нил. А Нил, как известно, в Египте – это основа существования всей страны, благодаря разливу Нила, тому розовому Нилу, который приносил разлив реки, благодаря всему этому было большое плодородие, и Египет был очень плодородной страной и богатой в результате этого. Поэтому всё и существование, да и богатство этой великой страны, оно зависело от Нила. Не случайно древние египтяне поклонялись Нилу, поклонялись реке. И для них это, естественно, и нормально. Вот это божество, которое их кормит, которое их содержит. Они живут за счёт Нила. Но это верно по отношению ко всем египтянам, простым египетским гражданам. Но с фараоном-то это всё не так просто, ибо фараоны-то считали на самом деле, что они… у них были серьёзные сомнения насчёт того, действительно ли они существуют за счёт Нила, потому что они воспринимали себя, согласно официальной губской идеологии, как они считали себя отцами Нила. Значит, Нил, конечно, Нил он даёт существование всем остальным людям. Отлично. А кто даёт Нилу вот эту вот силу, силу или этого плодородия, которое он несёт, этот разлив, который Нил даёт, и ил плодородный, который он несёт с собой, от кого зависит вот эта вот способность Нила давать плодородие. А вот это уже лично от фараона. Ибо он глава всего, он во главе всего, он верховное существо, а Нил уже он ради него. И так получается, что во главе угла, во главе пирамиды, тот, кто обеспечивает благополучие всей страны, всей этой великой империи, это фараон. Он, скорее всего, так должно быть. А у фараона он уже воздействует на Нил. Кстати, имеет смысл здесь вспомнить сцены из книги Шимот, когда Муширабейну отправляется к фараону, и Всевышний говорит, где нужно его застать? Застать его нужно у реки, на реке. Это была целая церемония фараона, когда он отправлял за каждое утро к реке, тем самым давая браху, благословление реки. Потому что что же будет, если фараон забросит Нил, он же потеряет все свое плодородие. Поэтому фараон, как заботливый отец, каждое утро выходил к реке, благословлял ее, чтобы она давала людям воду и плодородие. Но вот в этом сне выясняется на самом деле все не совсем-то так. Так, фараон стоит на Ниле точно так же, как все остальные простые египтяне, он тоже, он управляет рукой не река за его счет, а он за счет реки. Ибо все, что происходит здесь сейчас, сначала невероятный урожай, который будет в первые семь лет, как это предсказывает Сон, большого-большого изобилия, а затем голод и не урожай, который должен продолжаться семь лет, все это вообще не имеет никакого отношения к фараону. Все это, как показывает в дальнейшем сюжет, все это только ради сынов Израиля, для того, чтобы они сначала пришли в Египет, для того, чтобы они поселились в Египте, ради этого все. А фараон здесь, наоборот, он оказался здесь только средством проведения всего этого плана. А главное здесь именно то, что река даст урожай, а потом будет не урожай, все это ради совсем других людей, и фараон здесь ничем не управляет. Понятно, что фараон этого сне еще не понял, так, это ему еще придется понять в дальнейшем, но, в общем, намек уже есть. Фараон стоит на реке, и он существует за счет реки. Ну, а теперь перейдем уже к самому содержанию сна. И, в общем-то, смысл сна, он напрашивается. Так что даже, на первый взгляд, кажется немножко странным, чего фараон так обеспокоился. Вроде как, он что, сам не мог догадаться, что здесь имеется в виду? Только это не так уж сложно. Речь идет явно, по крайней мере, в первой части, речь идет о благополучии, речь идет об изобилии. Но это ясно из второй части сна, когда колосья поларстают. Колосья тучные, жирные, но литые. А потом не урожай, когда тощие колосья их поглощают. А при чем здесь коровы? А коровы-то зачем? Если все дело урожая или не урожая, как в дальнейшем действительно это выясняется, то коровы здесь вроде как ни при чем. Раша не дает нам ответа на этот вопрос. Обратимся к Рамбану. Рамбан говорит так. Посмотрим все детали этого сна. Прежде всего, все происходит на реке. Почему? Ибо вопрос урожая и не урожая. В Египте не зависит от дождей. В Египте все зависит от реки. Поэтому все действие этого сна происходит около реки на ее берегу. Почему сначала коровы? Да потому что коровы это символ пахоты. В древнем мире лошади не использовались, тракторов не было, лошади не использовались в качестве тягловой силы для того, чтобы пахать на них поле. И наоборот, коровы, которые для нас, корова это прежде всего та, которая дает нам молоко, творог и простокважа и так далее, но в древнем мире на корову смотрели совершенно иначе. В древнем мире корова и бык были прежде всего тягловой силой. Пахали на коровах. Поэтому то, что происходит первая часть сна, показывает нам коров, сначала жирных коров, которые потом приглашаются тощими коровами. Это символ пахоты, который говорит, что если в первые семь лет будет пахота, то потом в последующие семь лет никакого смысла пахать не будет. То есть, поскольку ясно, что урожая не будет, будет засуха, еще что-то, то нет смысла пахать. Пахоты не будет. А вторая часть на колоссе, она уже как утрамбан символизирует следующее действие, а именно снятие урожая. Значит, не будет ни пахоты, ни сбора урожая. Этим объясняется наличие двух частей самого сна. Пахалбан прибавляет еще, что судя по деталям этого сна, так как они представляются в тексте, то изобилие, оно было именно в Египте. А наступивший в дальнейшем голод, он уже касается всего остального света. Все это видно по деталям самого сна. Итак, по рамбану сон, в принципе, хотя с одной стороны, как Юсеф скажет, в дальнейшем сон – это один сон, это верно, но совершенно четко разделяющиеся две части, а именно первая часть про пахоту, вторая часть про сбор урожая, и если первые землет будут и то, и другое, то вторые семь лет, ни пахоты, ни сбора урожая. А мальбин, в отличие от рамбана, он объясняет это несколько иначе. И Нил – жамбан смотрит с точки зрения простых технических символов. Река, она доставляет воду, она доставляет возможность вообще заниматься сельским хозяйством, коровы – пахота, колоссия – урожай. А мальбин говорит о том, что и те, и другие, ведь и Нил – это божество египетское, верно, но бык и коровы – они тоже египетское божество. Поэтому сон, который предвещает сначала изобилие, а затем наоборот неурожай, он, как говорится, Всевышний говорит с каждым человеком на его языке. У фараона, если сказать фараону, что будет сначала большой урожай, что это означает? Это значит, что боги облагословили Египет с его помощью, конечно, он тоже, как божество, может быть, более важный, чем другие боги, но в общем и целом боги благословили Египет, поэтому есть урожай. А если есть неурожай, значит, боги разгневались на Египте или ещё что-нибудь, неблагословили его, нет урожая. Так вот, те самые боги, которые, те самые божества, которые должны здесь участвовать во всём этом, они здесь участвуют, и это прежде всего река, поэтому бросилось всё дело на реке. И затем появляются коровы. Коровы, как проявление египетского божества. Результат всего этого, что сначала вырастают колоссия жирные, а потом колосит очи, что будет сначала урожай, а потом не урожай. Ну, и вот сон. Я возвращаюсь к тексту. И было утром, и встревожился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта, всех мудрецов его, и рассказал ему фараон свой сон. Но не было никого, кто истолковал бы его фараона. Так, все толкователи совмедений, колдуны, экстрасенсы, все были призваны к фараону для того, чтобы разгадать, и никто не истолковал бы его фараоном. Явно здесь лишнее слово в конце. Достаточно было бы сказать, и никто не истолковал его. Есть сон, но никто не может истолковать. Сказано, никто не истолковал его фараона. Понятно фараону, а кому же ещё-то? Отсюда мудрецы делают вывод, который Раши цитирует. Их толковали. Это не то, что толкователи экстрасенсы просто набрали в рот воды. Да нет, конечно, им же зарплату платили за это. Они, конечно, свою работу делали. Они предлагали толкование сколько угодно. Их толковали, но не для фараона. То есть, то, что написано, и нет. И не было никого, кто истолковал бы его фараон, имеется в виду для фараона. То есть, фараону их толкования не нравились. Он их не принимал. Потому что он не принимал их слов. Их толкования его не удовлетворяли. Ибо они говорили, семь дочерей ты произведёшь на свет, и семь дочерей ты покранишь и так далее. В принципе, действительно, не такая уже сложная, не такая уже запутанная здесь символика этого сна. Ясно, что здесь есть семь каких-то приобретений, семь плюсов, семь минусов. Ну, вот и каждый семь. При всём притом всё это не шло. Вопрос, почему? Одно из двух. Если фараон сам понял смысл этого сна, тогда зачем он обращается? Почему? Втревожился его дух и почему он обращается к толкователю? Если он не понимает смысл этого сна, так что он имеет против того, чтобы приотолковать его? Они типа предлагают решение. Семь дочерей родишь, семь дочерей прокранишь, семь. Ещё что-нибудь. В чём здесь дело? Посмотрим, как отвечают комментаторы на этот вопрос. Сначала Урахаим. Урахаим говорит, что вот то, что сказано здесь, что не было бы никого, кто и толковал бы его фараону. И мы сказали, что здесь есть просто лишнее слово фараону. И отсюда делаем вывод, что они толковали, но фараону всё это не нравилось. Дело не только в том, что здесь есть лишнее слово. Это лишнее слово ещё важно знать, какое оно. Фараон. Фараон – это же не имя собственное. Это его должность. Он, так сказать, работает царём Египта. Он государственный человек. Поэтому он понимает, сказали уже выше, что как государственный человек и сны, которые он видит, они тоже должны быть государственного характера. А истории про семь дочерей ты родишь и семь дочерей ты похоронишь. Это всё хорошо. Это замечательно. Но это всё подходит любому абсолютно частному лицу тоже. Но не он фараон. Вершитель, судя, миллионов людей. Его сны должны быть куда более значительными. Они должны быть государственного характера. Поэтому он их не принимает. Так пишет Рамбан. Извиняюсь. Орахаим. Говоря об этом вопросе, он добавляет ещё одну вещь. Ведь действительно, так уж трудно, если у фараона были штатные толкователи сновидений, так уж трудно истолковать этот сон. Разве не ясна его символика? Что здесь такого невероятного? Никто не мог его столковать так, чтобы... Если так, рассуждает Рамбан Бахи, то очевидно. Это был уже перст проведения свыше. То есть, Всевышний уже сделал так, что все... Что все эти толкования, которые не предлагали фараону не нравились, они, в общем-то, говорили ерунду. Не потому, что они не умели толковать, не потому, что они не могли разглядеть. Да не так уж трудно было разглядеть в этом сне его, всю его символику. Но Всевышний просто отнял у них разум. Поэтому они говорили чушь. Поэтому фарону все это не нравилось. Все это было для чего. Потому что истинный толкователь, ради которого вся эта история. Он-то еще сидит за решеткой. Его нужно из тюрьмы освобождать. Поэтому они все ничего путного и не говорят. А теперь посмотрим, как относится к этому вопросу Раша. Раши в нескольких местах цитирует мудрецов. А мудрецы говорят по отношению ко всей этой истории вот что. Что фараон, когда он видел сон, он не просто видел этот сон, он видел сон, и он понял его значение. То есть и сон, и разгадка. А когда он проснулся, сон, он запомнил, а вот разгадку он не запомнил. Поэтому все просто. Когда его толкователи предлагали ему различные решения, то они просто ему не нравились. Почему? Потому что он знал разгадку. Но если он знал разгадку, то ведь ему сказали, что он ее забыл. Как же так? Как же так? Означает это вот что. Таков процесс вообще приобретения знаний человека. Наши мудрецы говорят, что плод в утробе и матери, он постигает всю историю. Его обучают все и все и тори. Но затем, когда он рождается на свет, он все забывает. И приходится все учить заново. Зачем его обучать все и тори, если потом он должен все забыть? Ответ на это сам собой разумеющийся. Чтобы весь процесс обучения в дальнейшем не был похож на процесс писания на белом листе бумаги. Нет. Процесс обучения в дальнейшем – это процесс воспоминания. То, что забыто, не проходит бесследно. То, что мы знали, но забыли, в тот момент, когда нам это напоминает, либо кто-то говорит что-то подобное, либо событие это напоминает, что тут у нас происходит, клик, благодаря которому мы ощущаем – вот оно. Вот это оно. Это совсем не простые вещи. Потому что мы понимаем сейчас, откуда берется у человека ощущение правильности, истинности. Предположим, человек, людям, которые изучают Талмуд, это хорошо знакомо. Человек сталкивается в Талмуде с каким-то несоответствием, что называется, кушая, трудное место, как-то очевидное противоречие, плохо дело. Предлагаются различные объяснения. Что-то человек учитывает в одной книжке, что-то в другой, у одного комментатора, у другого, третьего. Кто-то говорит ему, сам предлагает свое собственное объяснение, кто-то на уроке послушает. Вот все эти всевозможные объяснения человек, одно он послушает, да, может быть, второе. Вдруг третье или четвертое – оп, вот это оно. Есть это ощущение, вот это оно, клик вот этот вот, есть. Откуда оно берется? Откуда оно берется? Чем это объяснение лучше, чем предыдущее? Чем то, что человек услышал на уроке, лучше или хуже того, что он прочитал в книге? А все-то идет вот оттуда. Где-то там, то есть, источник истинного знания, истинного понимания, он глубоко, 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 где-то там в душе человека, в его личности. И поэтому, когда даются человеку различные объяснения того или иного места, того или иного времени. То человек, какие-то объяснения он принимает, да, можно и так объяснить. Но, в общем и целом, он ощущает, есть ощущение неспокойствия. Тоже объяснение, но не то, не то, что называется Тойра Сэмис, это не истинно. Пока, наконец, он не услышит то объяснение, при котором произойдет это воспоминание. Ого, конечно, да, вот это оно и есть. Это то, что было с фараоном. Человек видит сон. Фараон видел здесь сон. Все очень смутно. Все очень, ну, как бывает во сне. Символика. Символы такие, символы такие. Во время сна было ощущение того, что он понимает. Ну, как часто с нами бывает, когда мы просыпаемся. То значительно, ну, сейчас человек иногда видит достаточно длинный сон. Ну, восприятие человека. Хотя, может быть, на самом деле это происходит за считанные секунды, но восприятие человека – это сон длинный, со многими подробностями. Он просыпается, пытается вспомнить, что же это было за сон. И он чувствует, что вспомнить ему трудно. Очень многие детали этого сна уходят. Они ощущались очень явственно во время сна. А! Проснулся. Не помню. То же самое с фараоном. Детали технические. И то, что вот он конкретно видит река, семь коров, семь колосев, все это осталось, все это он помнит. Но вот то ощущение, что он понимает, к чему все это, к чему это, все оно ушло. Поэтому все, что говорят ему, толкователя он не принимает. До каких пор, пока не приходит Юсеф и дает свое толкование, и вот тогда фараон абсолютно уверен. Вот оно. Конечно. Продолжаем дальше текст. И стал, говорит начальник виночерпиев фараона, сказав, грехи мои я вспоминаю сегодня. Фараон прогневался на своих рабов и отдал меня под стражу в дом начальника телохранителя, меня и начальника пекарей. И снился нам сон в одну ночь. Мне и ему каждому снился сон с разным значением, соответственно его значениям. А там был с нами молодой еврей. Раб начальника телохранителей. И мы рассказали ему, и он разгадал нам наши сны. Каждому разгадал, соответственно, его сну. И как он истолковал нам, так и сбылось. Меня возвратил ты на мое место, а того повесили. Вот в этой самой ситуации напряженной, когда никто не может разгадать сон фараона, начальник Иоанна Черпиев вспоминает о том, что произошло два года назад, когда он сидел в той самой тюрьме, в которой там же был заключен и Иосиф, и вспоминает он разгаданный Иосифом сон. Раши обращает внимание здесь на детали, в речи начальника Иоанна Черпиев. Там был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Раши так. Проклятые нечестивцы. То есть даже если они делают добро, делают какое-то доброе дело, то и то никогда не до конца. То есть всегда в бочку, даже в бочку с мёдом, всегда сунуть ложку с дёгтем так, чтобы всё испортилось. То есть даже когда они делают хорошие поступки, всё равно они продолжают оставаться нечестивцами. Он упомянул о Иосифе. Ведь, ну, казалось бы, сейчас он делает добрый поступок. Правда, с опозданием на два года, он, конечно, только и сейчас. Он вспоминает Иосифа и даёт тому возможность, явный-явный шанс освободиться из тюрьмы. Но как он это делает? Он упоминает о нём пренебрежительно. Молодой. Имеется в виду молодой, как сегодня молодой. Это дурно из него. У него ещё молодость не выветрилась. То есть по молодости лет он ещё глуп. И, конечно, недостойный зокового положения. И что он ещё упомянул? Обязательно. Еврей, конечно. И просто молодой, ещё и еврей. Любой человек, которому любой властитель, или просто человек, которому необходим какой-то специалист. Скажите, ему человек, которому нужен, знаю, юрист. Скажите, есть один юрист, он молодой, обещающий, еврей. И, ну, да, конечно, сразу портится всё впечатление. Хотя он обещающий, молодой, еврей. Так вот. В Раши прибавляют ещё два слова. Даже нашего языка он не знает. Ведь само слово, ну, слово «еври», упомянутое в Торе, означает «он с другого берега». Он потусторонний человек. Интересно, что это слово созвучно с египетским словом «хапиру». Так, этим словом «хапиру» называли в Египте всех неместных бомжей, которые приходили, не имели своей земли, своего куска земли в Египте. Были пришельцами. Ну, и самое то, что их прежде всего отличает, то, что по-нашему-то не говорят. Как в России называли немцем. Что такое немец? Ну, немой. С ним по-русски говоришь, а он ответить тебе по-русски не может. Так и здесь. И ещё он сказал «раб». А согласно закону Египта, раб не может стать правителем и не может облачаться в платье вельмож. То есть, получается, по Раши, что, с одной стороны, упоминая Йосефа, начальник Виночерпьев делает всё, чтобы Йосеф не получил бы возможной пользы из того, что он разгадает сейчас этот сон. Чтобы его в результате фараон не возвысил и не назначил бы ни на какую-нибудь большую должность. Поэтому он сразу говорит все его слабые стороны. Он ещё и молодой. Молодой, значит, глупый. Языка нашего не знает. Раб он вообще. Ну, куда же. Поставить же вы из грязи в князь. Это же вещь непринятая. Раши объясняет это поведение как нечто нерациональное. Это просто вот нечестивец, он вот такой есть, как старая басня про скорпиона, который просил у лягушки, чтобы она его перевезла на другой берег реки. И лягушка сказала, не хочу я тебя перевезти, потому что я тебя знаю, укусишь, я и утону после этого. Я тебе клянусь, я трогать тебя не буду, мне же надо на другой берег, ну ладно, сел скорпион лягушки на шею, и она поплыла. Уже у самого почти берега, почти осталось совсем-совсем немножко, не удержался скорпион, куснул её. Что ж ты говорит, лягушка, ты же обещал. Что я могу сделать? Скорпион есть скорпион. Я такой. Так же и здесь, нечестивец. Вот даже в этот самый момент уже дело, не может удержаться. Но есть комментаторы, которые находят некоторый рационал в поведении начальника Виночерпия. Хискуни, например. Хискуни говорит так. Виночерпий страшный. С одной стороны, он хочет решить проблему и даёт возможность разгадать сон через Юсеф. Он почти уверен, что Юсеф разгадает сон. Это ему по силам. Но с другой стороны, он опасается. А что будет, если и сейчас фараон назначит Юсефа в результате того, что тот разгадает сон? Назначит Юсефа большим начальником. Ведь Юсеф-то вспомнит, что когда-то он попросил начальника Виночерпия, чтобы тот за него замолвил словечко, а тот два года о нём вообще даже не вспоминал. Скорее всего, Юсеф захочет отомстить ему. Поэтому он постарался сделать всё, чтобы Юсеф, может быть, пусть его выпустят из тюрьмы, но по крайней мере, чтобы его не назначили большим начальником. То есть, он просто здесь боится за свою шкуру и вполне рационально. Другой вариант предлагает Хискуни, может быть, ещё объяснение другое. Может быть, фараон ещё раз озлится на него, скажет ему, что, как же тебе не стыдно? Ты два года молчал. Оказывается, есть такой мудрец, толковательное наведение, вообще такой мудрец, а он сидит где-то там в камере, сидит на зоне, а ты даже об этом не знал. Два года мы бы его давным-давно освободили, сделали бы его здесь главным советником. Поэтому фараон мог... То есть, и фараон мог разозлиться на него, и Юсеф мог ему отомстить. В общем-то, ему как бы ни пошли события, ему от этого в Иночерпе ничего бы хорошего не было. Поэтому он и старается сделать так, чтобы Юсеф не получил повышения, чтобы не назначили его никакую должность. И чтобы и фараон тоже понял его поведение. То, что я до сих пор об этом не сказал. Ну, что там? Ну, он умеет разгадывать, ну и что? Ну, он же молодой, глупый, еврей вообще, и к тому же еще и раб еще кто-то. Реакция фараона. Когда он все это услышит, и послал он фараона, и послал фараона, и позвал Юсефа, и вывели его поспешно из ямы. Поспешно. По ирецу у меня было буквально. Бегом, 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 бегом. То он почерпили. То вывели его из ямы, из тюрьмы бегом. И почему это так важно? Фарна говорит, что здесь, вот в этом действии мы видим, знаете, почерк, как бы почерк Всевышнего. Все, что Всевышний, когда Всевышний вмешивается конкретно в ход истории, все происходит мгновенно. Известно очень, совершенно отдельно от форума, об этом пишет очень много Мааральд. Мааральд Рот Ашем посвящает несколько глав именно вот этой самой темы. Главный символ освобождения нашего из египетского рабства это Маца. Почему Маца? Потому что Маца, для того, чтобы она была Мацой, для того, чтобы тесто не начало бродить, оно должно быть испечено очень быстро. Действие, кто видел, как производится Маца, это действие очень-очень быстрое. Быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро. Это не случайно. Ибо, когда вещи происходят естественным путем, мы знаем, что мир, который Всевышний создал, в котором мы живем, это мир, в котором все происходит во времени. То есть, есть причинно-следственные связи, есть развитие, развитие долгое, долгая эволюция одного из другого, а из одного события происходит другое. И пока-пока-пока-пока-пока. Но в тот момент, когда Всевышний вторгается, когда он вторгается в ход событий и направляет его, то все происходит мгновенно, моментально. То же самое говорит здесь из формы. Так, таким образом шло освобождение из Египта, не успели даже, тесто не успело даже забродить, как мы были освобождены. То же самое и здесь, когда Всевышний освобождает, он устроил здесь всю эту сцену, он устроил, он заказал фараону сон, он устроил, чтобы здесь был и начальник иначерпиев, который предварительно побывал в тюрьме, в камере с Йосефом. Все, все было устроено. Стало быть, это его почерк, все происходит мгновенно, моментально. А Хофицхайм в нескольких своих книгах говорит, что это не со стороны, что вот таков вот именно почерк Всевышнего, когда он вторгается и направляет события, а события не происходят в рамках установленных законов природы. А Хофицхайм говорит вообще, что каждый раз, когда кончается время, которое положено человеку, скажем, если какому-то человеку установлено какое-то время, которое он должен страдать, болеть он должен или еще что-то. Как только это время проходит, то дальше нет, поскольку дальше уже нет никакой необходимости, никакого оправдания той болезни, тем страданиям, которые человек приносит, то его освобождение, то их страдание, оно происходит мгновенно, моментально, ни одной лишней минуты, ни одной лишней секунды. И то же самое здесь. Дело здесь не столько в том, что именно это вот вмешательство Всевышнего в ход событий, а в том, что события, даже если они идут своим чередом, все как нацим чередом, но своим чередом они дошли до того, что Микетшна Тайм Ямим по истечении двух лет, два года истекли, в ту же самую секунду. Хофицхайм говорит об этом, когда объясняет ход, чего нужно ждать, как произойдет приход Машиеха. Это не значит, что события будут развиваться медленно и быстро настать. Нет, в тот момент, когда Всевышний уже будет знать, что время пришло, и Машиех должен прийти, это пройдет моментально. В эти секунды. Ни одной, ни одной. Это не пройдет ни на минуту раньше, но ни на минуту позже. Есть история известная. Это была одна семья, в которой выдавали замуж дочку, если я не ошибаюсь, и нашли приличного жениха, и все вроде хорошо, но во главе этой семьи стояла бабушка очень властная, которая, ей этот шедух очень не понравился, и жениха не понравился, и я не понравился. В общем, она была очень против, и она всячески старалась воткнуть палки, сколько могла. Но много она слишком помешать не могла, в конечном итоге была назначена свадьба, и вот в день свадьбы, хопа, все хорошо, Раф произносит первое многословение, теперь следующее действие, жених должен дать кольцо невесте, жених достает коробочку с кольцом, достает кольцо, оно падает, 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 его не могут найти. О, говорит бабушка, я вам говорила, что этот шедух, вы видите, с небес не дают согласия на этот шедух, я вам говорила, я право. Притом на той самой купе присутствовал рыбарный котлер, и когда он услышал такие речи, он вмешался как-то подобного, ни в коем случае. Это просто означает, что время, когда эти два молодые человека должны пожениться, оно еще не пришло. Значит, еще одна минута, сколько времени уйдет на то, что будут искать здесь кольцо, значит, они должны подождать еще одну минуту, но как только эта минута истечет, то же самую секунду кольцо найдется. То же самое и здесь, говорит Хофицкая. Так это происходит. Человек должен страдать. И Иосифу было определено два года, он должен был отсидеть еще в тюрьме. Да, как только эти два года прошли, и уже все время дальше, дальше он не выходит спокойно, медленным шагом из тюрьмы, а его вылокут, его во ирицу, его просто выволокли бегом, 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 бегом. Правда. При всем при том, что бегом. А там есть еще одна деталь. Сказано, и он побрился, и переменил одежду, и пришел к фараону. И чего нам эти детали, что он побрился. Траши, побрился из уважения к царю. Ну как же к царю, затрошей щетиной. Кто немного знаком с египетской историей, он знает, что это непростая здесь деталь. Вообще, нужно сказать, что вот в этих нескольких строчках и, может быть, и в последующих главах книги Шмот поражает, как Тора, в той же, на самом деле, описаний быта и прочих вещей практически нет. Иногда проскальзывает одно-два слова, которые кажутся совершенно просто фоном, которые совершенно-совершенно на них и не фокусируются наши внимания. Но по этим деталям видно абсолютно полное, совершенно точное знание того, каков был быт в Египте. Человек, который изучает египетскую историю, может просто поразиться. Мельчайшие детали, насколько они передаются Торе, невероятно-невероятно точно. И вот здесь такая деталь. Почему эсэр должен был побриться? А дело вот в чём. В Египте вообще все люди обязаны были бриться. Никто не имел права носить бороду, кроме одного. Бороду носил только фараон. И то именно, что называется, носил бороду. Он её не отращивал. Он тоже брился, как все. Но у него была для официальных приёмов, у него была подвесная борода, которую он привязывал себе. Это видно и по их статуям, как сегодня статуи фараона. Можно видеть, что, кажется, борода у него, как козлиная борода, которая свисает у него под подбородком. Естественно, потому что борода была привязная. Она не всегда хорошо держалась на подбородке. И техники гримировки, которые существуют в сегодняшних театрах, они тогда ещё не очень сильно были развиты. Пользовались тогда ещё, кстати, многие пользовались тогда и париками тоже. То есть, множество египтян брылись совершенно наголо и пользовались париками. Но уж в любом случае бородой никто не мог, бороду никто не имел права отращивать. Поэтому Йосеф, пока он сидел в тюрьме, кому какое дело для того, как еврей, который сидит за решёткой, как он выглядит. Ну, и он выглядел там так, как выглядит еврей, бородатый. Но сейчас, когда он должен предстать перед фараоном, нельзя предстать перед фараоном бородей. Борода – это исключительная, исключительная прерогатива. Только фараон. Поэтому он должен быстро её моментально снять. «И сказал фараон Йосефу, сон снился мне, а толкователя ему нет. А вот я слышал про тебя, что ты понимаешь в снах, как толковать их». Йосеф сейчас понимает, что вот это его шанс выбраться из тюрьмы, и когда человеку дают такой комплимент, что мы слышали, что ты понимаешь, как естественно сказать, ответил бы нормальный человек. «Ну, да, мёртвый, есть такое. Скажите, покажите, расскажите, посмотрим». Йосеф сразу говорит, «Нет». И ответил Йосеф фараон, «Это не я». «Я понимаю». «Да нет, это не я». Это Бог ответит во благо фараона. Ты понимаешь, что это единственный твой шанс сейчас выбраться из тюрьмы, и этот шанс зависит от того, насколько фараон подумает, как фараон подумает, насколько ты понимаешь, при всём при том, Йосеф остаётся Йосеф, Йосеф праведник, мудрость – это не моя, и это разгадывает сны – это не я. Если Бог мне даст разгадку, даст, не даст, не даст. И сказал фараон Йосеф, «Вот мне снилось, вот я стою на берегу реки, и вот из реки выходит семь коров в тучных плоти и хороших видом, и паслись они на лугу, и вот семь коров других выходит за ними худых и очень дурных видом и тощих плотью. Я не видывал подобных во всей земле египетской похудобей. И съели коровы тощие и худые семь точных коров, и вошли те внутрь их, но неприметно было, что они вошли внутрь их. А вид их был плох, как и сначала, и я проснулся. И ещё я видел во сне. Вот семь колосьев расходят на одном стебле полных и хороших, и вот семь колосьев засохших, тонких, опалённых восточных ветром, вырастают за ними. И поглотили колосья, тонкие семь хороших колосьев. Я рассказал это чародеям, но никто не знал, что сказать мне. И сказал Ньюсеф фараон. Сон фараона один. То есть то, что он повторяется дважды или в двух сериях, в двух разных частях, смысл один. То, что Бог собирается сделать, он и сообщил фараону. Семь хороших коров – это семь лет. Семь хороших колосьев – это семь лет. Это всё один сон. А почему тогда он разделяется на… И семь коров, точьих и гудых, вышедших за ними – это семь лет. И семь колосьев, пустых и опалённых восточным ветром – это тоже будет семь лет голода. То есть здесь нет четырнадцати лет. Возьмём семь коров плюс семь колосьев – получим четырнадцать лет. Нет. Семь лет изобилия, семь лет голода. Это то, о чём я сказал фараон. То, что Бог собирается сделать, он и показал фараону. Вот. Наступают семь лет большого урожая по всей земле египетской. И настанут после них семь лет голода, и забудется всё изобилие в земле египетской, и истощит голод страну. И не останется следов изобилия из-за голода. Никто не будет помнить вообще, и забудется всё изобилие из-за голода, который наступит вслед за тем, ибо он будет страшен. Такой страшный будет голод, что забудут совершенно о том изобилии, которое было всего лишь пару лет назад. А то, что повторил за сон фараона дважды, так это потому, что готово это дело от Бога, и что Бог вскоре исполнит его. А теперь пусть усмотрит фараон умного, мудрого человека и поставит его над землей египетской. Пусть фараон назначит чиновников над страной и возьмёт пятую часть земли египетской в семь лет урожая. И пусть они собирают всё с ясной наступающих хороших лет и соберут зерно под рукой фараона, зерно в их городах, и пусть хранят. И будет эта пища в запас для страны на семь лет голода, которые будут в земле египетской, и не погибнет земля от голода. Очень многие комментаторы почти в один голос спрашивают, как Южев делает такой шаг. Ведь никто же его не приглашал в качестве советчик. Он не советник фараона. Он не работает в его бригаде. Его вызвали, заключённого, зэка, вызвали его только с одной простой целью – разгадать сон. Разгадал сон, спроси, бэй, пошёл, вон, всё. Куда ты лезешь с советами? Вообще давать советы – это рискованное дело. Люди не очень любят слушать советы. Особенность, когда они их не просили. Одно дело, когда человек говорит, слушай, я не хочу с тобой посоветоваться, как мне быть. Но когда мы лезем к людям с непрошенными советами, то мы тем самым ставим себя как бы над ними. Мы как бы говорим, ты дурачок, ведь не понимаешь. Да, я тебе сейчас объясню. Даже если мы так это не говорим, но сам тот факт, что мы даём совет, то мы даём человеку такое ощущение. И здесь не просто человеку, ты даёшь это ощущение фараона, который в качестве царя, отца Нила, отца всей великой страны египетской, он же должен быть сам интеллектуал. Он как-то сам должен понимать, что если будут 7 лет урожая, а потом будет 7 лет не урожая, то надо запастись. Не такая уже великая мудрость для этого нужна. В принципе, если Юсеф даёт здесь подобного рода совет, то он просто подвергает себе опасности. Фараон просто может разозлиться. Кто-то вообще такой. Пошёл он обратно в свою тюрьму, чтобы я тебя здесь больше не видел. Рамбан, поэтому, предлагает следующее объяснение. Ну, Трамбан, а Юсеф ничего не советует, на самом деле. Это не совет, а это просто часть толкования сна. Вот что пишет Рамбан. По моему мнению, то, что написано, то, что написано, слова фараона, так он объяснил, что коровы худые, они сожрали толстых тучных коров, и затем колоски тощие, которые тоже съели колоски толстые, то вот, по моему мнению, это знак того, что голодные годы будут есть в годы сытости. То есть, пропитание. Чем будут питаться люди в голодные годы? Тем, что выросло в годы сытости, в годы изобилия. Вот из этого узнал Юсеф то, что он сказал фараону, и соберут все съестное в эти наступающие годы изобилия, и будет продовольствие, запас для земли на семь голодных лет. Ведь он видел, что хорошие коровы и колосия будут поглощены плохими. Это не совет. Разве его поставили советником царю? А сказано это было только в рамках толкования сна, не больше того. Как сказано, и забудется все изобилие в земле египетской, и не будет приметно то изобилия. В чем здесь толкование? И вошли те в их утробу. То есть, когда, после того, если тощая корова проглотила толстую тонассачу, видно, сама должна стать толстой, но этого не происходит. И незаметно осталось, что они вошли в их утробу. Ибо вид их был плох, как и прежде. То есть, что видел здесь Юсеф? Что и съев тех, они не стали хорошими, толстыми на вид и здоровыми. А те просто им пошли в пищу. То есть, они их смололи попросту, этих самых толстых коров. Но им самим это в толк не пошло. Получается, что и здесь была информация о сне. В чем была эта информация? То, что в голодные годы будут питаться тем, что выросло в годы изобилия. Но это не даст возможность снова вернуться к изобилию. А это даст возможность только не помереть с голоду. Но голод останется. Только что с голоду не помрем. Но будем голодными. Вот то, что выучил Юсеф из всего этого. В конце говорит Рамбан, но все, что я написал здесь в этом комментарии, это не так, как писал Раши. А как писал Раши? Раши понял эти слова. То, что и съели коровы тощие. То, что они съели толстых коров. Пишет Раши. И съели в знак того, что все удовольство из обильных лет будет забыто в дни голода. Вот о чем это говорит. Это не говорит о том, что будут питаться. Это говорит только о том, что будет такой жуткий голод, что все изобилие будет забыто. Рамбан говорит, нет. Здесь дело не в этом. О том, что будет забыто, это говорится дальше. То, что не было видно после того, как они проглотили толстых коров, после этого они остались таким же худым и худосочным, какими были сначала. А то, что написано, что они едят, это и есть направление здесь главное. То, что Иосиф понял, что сон говорит нам не только о том, что будет неурожай, а и то, что в неурожайные годы будем питаться тем, что вырастет в годы изобилия. Абель Ильяу Мизрахи, комментатор Раши, объясняет, что в принципе здесь есть разные отношения, есть два значения у самого вот этого понятия съесть. Съесть это означает, когда пользуется вот этим глаголом съесть, означает одно из двух. Либо то, что съедается, оно просто уничтожается. Называется смолол и все. Уничтожение. Само слово ахаль, его корень это килюй. Уничтожение того, что съедается. Есть второе значение. Когда человек поглощает пищу, то эта пища становится частью его самого. И он теперь, все его существо, его теперь существование за счет той пищи, которую он поглощает. Так вот, как понять то, что коровы тощие поедают этих самых толстых и красивых коров? По раши значение первое. То есть, только само поглощение, само уничтожение. Неми словами, то, что во сне худые коровы поедают толстых, говорит только об одном. Что все изобилие уничтожится, забыто будет. Как будто бы ничего и не было. Никто даже не вспомнит о тех изобильных годах. Такой жуткий будет голод. По рамбану это не так. По рамбану то, что едят, имеется в виду, едят и за счет этого существует. То есть, само поедание, что означает, что тот, кто ест, он берет какой-то материал и превращает его в часть своего собственного тела, в часть своего собственного существа. Поэтому это означает, что эти годы голодные, они существуют за счет годов изобилия. Они поедают, они существуют за счет того урожая, который был в первые семь лет. И так и получается, что по рамбану Йосеф никаких советов не дает. Он только дает полный и развернутый комментарий сна. А по Раши Йосеф дает совет. Безусловно, есть один аргумент очевидный в пользу комментарий Раши. Ибо то, что говорит рамбан, никоим образом не объясняет детали. Ведь Йосеф дает развернутую программу. Нужно назначить человека, который будет руководить всей этой операции. Нужно назначить чиновников, которые будут этим заниматься. Нужно собирать зерно и хранить его в городах, там, где оно выросло. Все эти детали не имеют никакого отношения к тому факту, что годы голодные будут существовать за счет лет изобилия. Поэтому ближе здесь к тексту, в общем-то, комментарий Раши, по которому Йосеф берет на себя, безусловно, делает опасный шаг. Предлагает и не только дает информацию, которая получает из сна, но и предлагает фараону решение этого сна. Хотя, тем самым, безусловно, подвергает себя некоторой опасности. Но его риск оправдался. Фараон принял его совет. Мы уже о том, как он принял его совет и, кстати, и почему, то об этом мы уже поговорим в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok